Нам еще нужно знать, что такое скалярное произведение. Если у вас в пространстве есть любые два вектора, то между ними, естественно, есть некоторые венки. И у них, разумеется, есть три венки. Так вот, по определению, в скалярной определении, заметьте, опять у него есть два обозначения. Можно писать круглую скобку из вектора, а можно описать точку между векторами. Так вот, скалярное произведение двух векторов, называем произведение их длины на косимус два нижнего. Вот сейчас вы должны заметить, что и в квадрате это взятый с минусом квадрат с длины вектора. Давайте так, я аналогичное равенство тоже докажу, но все-таки и сейчас, а чуть-чуть потом. Потому что я хочу все-таки показать вам красивую форму, иначе у нас получится такая штука, знаете, напоминание школьной программы. Это какие-то вещи, выходящие из равных школьной программы. Так вот, вот эту теорему я докажу через культуру. А сейчас я возьму два вектора, и мы с вами эти самые векторы перемножим, как квадратеоны. И поймем, как произведение квадратеонов записывается через скалярное и через векторное произведение. Согласитесь, что это будет интересная штука. Так, поехали. Берем два квадратеона. АИ плюс ВЖ плюс СК. Это, заметьте, пожалуйста, АВС, и умножаем на ХИ. Плюс ИГЖ плюс ЗК. Разумеется, ХИГ и З это тоже вещественное число. Господа, обратите внимание, пожалуйста, на такую вещь. Квадратеон имел бы еще число. Я вполне сознательно не написал число. Дело в том, что умножить число нулевой квадратеон, это не проблема. Просто умножается ли в сколько раз, и как там, и все. Интересно умножать вот именно такие штуки. Итак, будет сумма, к сожалению, 9-ти слагаемых. Будет сумма 9-ти слагаемых, и мы должны все обратно вывести. Поехали. Это будет минус АХ. Это я умножаю АИ на ХИГ. Дальше. И на ЖИ, пожалуйста, меня проверять. Это что, это К? Плюс АУК. И на ХИГ. Что будет? Что? Это будет минус ЖИГ. Отлично. Я уже третью часть работы сделал. Минус К. Значит, будет минус ВХ. ЖИ на Ж, я не думаю, что, может быть, минус 1. Значит, будет минус ВХ. И теперь ЖИ на К, это будет, по-моему, И. Правильно? Вот. Это будет И, соответственно, будет плюс ВЗИ. Отлично. Теперь СХ умножить на КИ. КУК КИ. ЖИГ. Будет СХЖ. Отлично. Дальше. К на ЖИГ. Сколько будет? Минус ИГ. Минус ИГ. Так, ребята, никакого АЯ на тематике не бывает. Это все помнят, да? Математики обозначения остались из немецкого языка. У нас в начале 20 века Германия была абсолютно великой, замечательной страной. И, соответственно, как к нам пришли вот эти вот немецкие слова. Конечно, германия, русская армия и все такое, но... Но в русском языке все это называется по-немецки. Как тогда называлось, так и будет интересно. Так вот. Как это записать проще? Посмотрите, здесь есть число минус АИС, где там еще, минус БИК и минус ЦЗ. На самом деле, если вы умножите вектор АИ... Давайте я здесь поставлю векторов, в знак того, что нас интересуют эти штуки не как акционные единицы, а именно как вектор, если вы скалярно это умножите на тот вектор, на ИКС и плюс ИКС и плюс ЗК, то, как в школе учат, скалярное произведение, это просто нужно координаты перемножить, то есть А на Х, В на ИКС и на З и сложить. Ребята, вот если этот вектор корень-то обозначить вектор У, а этот обозначить вектор В, то получилась замечательная вещь, надо взять со знаком минус скалярное произведение У на В. Так, почему скалярное произведение такое? Я совсем скоро докажу, но мне сейчас нужно, чтобы идти веку. А вот когда мы здесь умножали, помните, вы мне говорили, как получилось К? Это И умножали на Ж, по правилу фатернеонов. Значит, на самом деле, и по правилу фатернеонов, и по правилу векторного произведения, в данном случае это одно и то же. Надо к этому прибавить векторное произведение векторов У и В. Давайте это зафиксируем. Итак, формулу скалярное я сейчас покажу. Гравил умножения кунионов объединяет скалярное и векторное произведение. Правда, скалярное с минусом, ну, давайте чуть-чуть говорить, да? Вот, это число, вот это что? Минус УВ это число. А вот это вектор. То есть получается, что вы, умножая векторы, как кватернеоны, выходите за пределы только векторов. У вас векторная часть такая же, как если бы вы умножали векторное, но еще добавляется вот это что? Вот, хорошо. Теперь, для того, чтобы двигаться дальше, мы должны все-таки быстренько доказать вот это время, что скалярное произведение вычисляется, просто перемножая соответствующие координаты и складывая. Есть разные способы. Один из любимых школьных учителями в школьном учебнике способ такой. Мы просто-напросто берем треугольник и расписываем для него теорему. На самом деле, этот способ я не очень люблю, но он хорош тем, что он такой бесхитростный. Так, давайте так, я сейчас быстро просто-напросто выпишу. Так, кстати, а потом объясню, как доказывать космос вот в таком же стиле, как у меня было это спектрное произведение. Но сначала все-таки теорему космосу не пропишу, потому что, конечно, это надо знать, и это, главное, очень просто. Самое обычное, консервное пространство. В этом пространстве есть какой-то там вектор, вектор с какими-то координатами. Есть другой вектор, тоже с какими-то координатами. Так, мы договорились, что у вектора В координаты А, В, С, у вектора В координаты И, С, и, С. Вообще-то, здесь как треугольник, давайте его как-то обозначим, О, У большое, В большое, да? И в этом треугольнике есть сторона, У, В. Квадрат этой стороны вычислим по теореме космоса. Значит, надо взять ОУ в квадрате плюс ОВ в квадрате минус два произведения ОУ, ОВ на космос угла. Но обратите внимание, вот это вот ОУ, ОВ и космос угла, это просто-напросто по определению скалярное произведение У и В. Поэтому, если вы перенесете два скалярных произведения налево, а вот этот квадрат перенесете направо, то вы получите естественную формулу, что двойное скалярное произведение – это сумма квадратов длин сторон ОУ и ОВ минус квадрат стороны ВУ. Отлично. Но по теоремке Фагора, отрезок ОУ в квадрате – это сумма квадратов А, В, С. ОВ в квадрате – это сумма квадратов чисел Х, Y, Z. Вот. А вот это что такое? Очень просто. Это вектор, у которого координаты – это разность. Значит, надо взять Х минус А в квадрате, Y минус В в квадрате и, соответственно, Z минус С в квадрате. Если вы раскроете полностью все скобки, то обнаружите, что квадраты уничтожаются, останутся здесь удвоенные произведения, причем с плюсом, потому что минус на минус дает. На двойку поделите, и как раз и получите знаменитую формулу. Скалярное произведение вектора, первый вектор метрернат А, В, С, второй вектор метрернат X, Y, Z – это величина А, X плюс по Y. Отлично. Как это можно было сделать в том же духе, как мы работали как довекторное произведение? Ребята, можно было доказать вот такое равенство для скалярного произведения. Смотрите, как ты делал это сам. Надо вот просто сказать, что когда вы умножаете два вектора скалярного, на самом деле надо умножать длину вектора В на проекцию вектора У на вектор В. Давайте, вот здесь определение у меня еще осталось, скалярное произведение, давайте это поймем. Здесь, правда, это не У и В, а У и В, оно не так важно. Итак, вот, скалярный умножаете У и В. Смотрите, это нужно умножить длину вектора У на вот такое число. А что это за число? Проекция вектора В. Это вот это ответственность. В длина умножить на курсы угла. Это проекция вектора В на направление прямой угла. Согласны? Согласны. Значит, давайте посмотрим, что это равенство означает. Это дистилитивность скалярного произведения. Вот у вас есть какое-то там направление дубль В. Ну, может быть направление. Вот. У вас есть какой-то вектор У и у вас есть какой-то там вектор В. В. Скалярное произведение В на сумму, это вот что такое. Нужно нарисовать парилограмм. Нужно нарисовать вот такой парилограмм. Это будет сумма В и У. И дальше надо длину вектора губль В умножить на проекцию вот этой самой суммы на направление В. Отлично. А как умножать W на У? Надо ту же самую сумму умножить на проекцию вектора В. А как умножать W на В? Надо умножить на проекцию вектора В. Но, ребята, когда у вас есть сумма, то вообще-то проекция суммы состоит из проекции У плюс проекции В. Проекция суммы равна сумме проекции. Всё. Заметьте, пожалуйста, я здесь не пользовался теоремой космусов. Пятый угольник. То есть просто это равенство. То есть вся дегтярия космусов, оно очевидно само по себе. Потому что проекция обладает тем способом, что проекция сумма равна сумме проекции. Как, зная это равенство, понять формулу, которая по координатам вектора задает скалярное произведение? Да очень просто. Когда вам дали два вектора. Вот давайте посмотрим. Вот здесь вот. Вектор АИ плюс ВЖ плюс ЦК. Такой вектор есть. И другой вектор. И просят их умножить скалярно. Вы говорите, что только что доказали, что W скалярно умножить на У плюс В. Это то же самое, что W на У плюс В. То есть скобки можно раскрывать. А если скобки можно раскрывать, то скалярное произведение получает сумма 9 скалярных произведений. Но, когда вы И скалярно умножаете на Ж, получаете 0. 200. Когда вы И умножаете на К, получаете 0. Скалярное. Скалярное произведение Ж на И. Ж на К, тоже 0. Не нуль, только когда вы их умножаете на дисколярку, получаете единицы. Жи наше включение, и ка на ка, только включайте.